Доброе утро! На 12-м канале Час новостей. В студии Анна Кокорина и в этом выпуске. Трагедия в Подмосковье. На борту самолета, потерпевшего крушение, находился выпускник Омского вуза. Неделя на подготовку. Родители старшеклассников напишут ЕГЭ. Прощание с легендой. Не стало выдающегося российского лингвиста с мировым именем Омского профессора Бориса Осипова. Омск в новом амплуа. Откуда приехало производство? Из Омска, где по версии ЦРУ Россия производит циклозарин. Наш город засветился в американском детективном сериале. И в ожидании весны. По всей территории Любинского проспекта, прилегающей площади Победы, расположится полтора десятка локальных интерактивных площадок, которые будут одновременно все работать. Омск встречает масленичную неделю. На борту рухнувшего в Подмосковье самолета находился инженер-технолог, который учился в Омске. Сергей Панченко в 1996 году закончил полиграфический факультет Омского технического университета. Авиакрушение произошло накануне. Самолет, выполнявший рейс Москва-Орск, пропал с экранов радаров спустя несколько минут после взлета. Официальная причина падения воздушного судна еще не названа, но одной из основных считают отказ двигателя. Многие очевидцы трагедии говорят, что слышали сильный хлопок, после чего самолет упал. Обломки разбросало в радиусе километра. При этом один из двигателей, который нашли на земле, сильно обгорел. В трагедии погибли 71 человек, среди которых 6 членов экипажа, а также трое детей. Находились ли на борту омичи, пока неизвестно. 12 февраля объявлен в Оренбургской области днем траура. В городе продолжается масштабная подготовка к весеннему паводку. Вслед за центральными магистралями города от снега очищают второстепенные улицы и межквартальные проезды. Так, в ближайших планах коммунальщиков освободить от сугробов участки на Волочаевской, Амурской и Багратиона. На особый режим работы переводятся управляющие компании. В ближайшее время они должны начать очистку крыш от снега и сосулек. Особое внимание также частному сектору жители могут сдать до одного кубометра снега на омские полигоны бесплатно, если привезут его на легковушке или в прицепе. Впрочем, есть возможность бесплатно вывезти снег и на самосвале. Для этого несколько домовладельцев должны прийти в окружную администрацию и получить бесплатные талоны. Добавлю, что в Омске 275 мест подвержены подтоплению, в их числе немецкий поселок, район аэропорта, Красноярский тракт, микрорайон Кирпичный, а также жилые дома рядом с озерами Моховое и Чередовое. У родителей омских школьников есть неделя, чтобы подготовиться к сдаче единого госэкзамена. Побывать на месте своих детей и написать ЕГЭ они смогут 20 февраля. К участию к аттестации приглашаются и чиновники областного правительства. Они сядут за парты, чтобы проверить свои знания по русскому языку. Как пояснили организаторы, экзамен будет максимально приближен к настоящему. Участники пройдут все те же этапы, что и школьники. От процедуры контроля и рассадки в аудиториях до написания контрольных. При этом задания будут похожи на те, что предстоит решать учащимся весной. В Омске откроют несколько пунктов. Акция пройдет также и в районах области. В этом году весна в Омск может прийти раньше срока. По предварительным прогнозам синоптиков, последняя неделя февраля будет весьма комфортной. А вот на этой неделе омичам все же придется померзнуть. Уже сегодня в городе усилится северо-восточный ветер, а столбики термометров поползут вниз. В ночью до минус 25, а днем потеплеет до минус 15. В середине недели пойдет снег, ветер изменит направление на восточный и к выходным немного потеплеет. В России сегодня встречают Масленицу. Народные гуляния будут длиться 7 дней. Это своеобразные проводы зимы. При этом каждая из них имеет особое значение. Сегодня встреча Масленицы, вторник – заигрыши. В среду тещу приглашают на блины с детьев с женами, а в широкий четверг проходят самые людные катания. В пятницу тещу на вечерке. Зять зовет тещу на угощение. В субботу – заловки на посиделке. В воскресенье называется «прощенным». В этот день принято навещать родственников, друзей и знакомых и просить прощения друг у друга. Неизменно в эту неделю одно. На столе должны быть обязательно блины. Слово «в Омске», согласно подсчетам, их приготовление обойдется дешевле, чем во многих российских городах. Главные ингредиенты – молоко, мука, яйцо, масло, сахар и соль. Порция блинов из литра молока мичкам будет стоить 105 рублей 7 копеек. Дешевле только в Алтайском крае и Кемеровской области в пределах 100 рублей. А вот самые дорогие блины в Забайкальском крае за продукты придется заплатить почти 141 рубль. Добавлю, что кульминация масленичной недели – сожжение чучела. На выходные по всей стране запланированы массовые гуляния в парках и скверах. В Омске в этом году появится новая площадка «Любинский проспект». Улицу перекроют для движения транспорта и сделают на сутки пешеходной. Мы приглашаем 18 февраля с 12 до 16 часов принять участие в большом празднике под названием «Солнцеград». Этим названием мы хотели подчеркнуть солнечность нашего города, города с хорошим настроением. Это созвучно и, собственно, масленичной символике. По всей территории Любинского проспекта, прилегающей площади Победы, расположится полтора десятка локальных интерактивных площадок, которые будут одновременно все работать. Ну а в следующий понедельник у верующих начнется Великий пост. Время духовного обновления перед Пасхой. Продлится он 40 дней. Ушел из жизни профессор Борис Иванович Осипов, ученый с мировым именем. На его работы ссылаются лингвисты Чехии, Польши и Болгарии. О нем без преувеличения можно сказать легенда филологического факультета Омского университета имени Достоевского. Член орфографической комиссии Российской академии наук, председатель диссертационного совета, автор множества научных трудов, среди которых учебники по русскому языку, основам славянского языкознания. Борис Иванович 32 года посвятил преподавательской деятельности. Последний раз съемочная группа 12 канала встречалась с профессором в октябре. Он рассказывал о видеолекциях, посвященных советской поэзии. Цикл был приурочен к юбилею Великой Октябрьской революции. Прощание с Борисом Осиповым состоится завтра с 12.30 до 14.00 во втором корпусе ОМГУ. Борису Осипову было 79 лет. Омск засветился в американском детективном сериале. В одном из эпизодов спецагенты ЦРУ и ФБР расследуют поставки из России нервно-паралитического газа. Почему фантазия сценаристов пала именно на Омск не ясно, но именно в нашем городе по сюжету располагается целый оружейный завод. По задумке авторов, в Омске преступники украли 12 канистр с ягодом и везут их через всю страну в Европу под видом киношных декораций. На появление Омска в зарубежном телесериале в столь необычном амплуа пользователи соцсети отреагировали шутками. Некоторые иронично предположили, что таким образом была раскрыта тайна неприятного запаха в нашем городе. Большая омская свадьба состоялась и в эти выходные. В Омске прошла юбилейная 10-я выставка, посвященная главному событию влюбленных – церемонии бракосочетания. Невестам и женихам представили новинки праздничной индустрии – украшения залов, свадебные наряды, торты и многое другое. Выставка каждый год привлекает все больше людей. В этом году на мероприятии побывали сотни пар, которые в ближайшее время станут супружескими. Цель мероприятия – укрепить семейные ценности и, конечно, помочь сделать праздник ярким и запоминающимся. Ольга Качкурова узнала модные свадебные тенденции. Всего несколько лет назад все свадьбы выглядели и звучали примерно одинаково. Вальс Мендельсона, районы ЗАГСы, пышное платье. Сегодня способов связать себя узами брака огромное множество. Национальные, тематические, карнавальные и выездные. Необычные свадьбы теперь не в новинку. Особое внимание невест к свадебным платьям. Причем тренды последнего сезона диктуют, что наряд совсем не должен быть белоснежного цвета. Если вы посмотрите на наше платье, они все пудровых тонов, айвори, какой-то слоновая кость. То есть это не белый. Мы сейчас уже отходим от белых цветов, потому что они смотрятся более проигрышно по сравнению с современными оттенками. Изменился и еще один главный атрибут торжества – торт. Из одного большого превратился в несколько маленьких. Называется это кэнди-бар. Удачно смотрится на фотографиях, а гостям позволяет выбрать пирожное по вкусу. Если раньше были модные большие торты многоярусные, то сейчас чаще заказывают все-таки маленькие миниатюрные торты с кэнди-баром. Обязательно, конечно, с маленькими пироженками, макаронцами, капкейками. Молодожены верят – свадьба все равно, что новогодняя ночь. Насколько душевно и весело отпразднуешь, так и проведешь супружеские годы. В Омской области институт брака по-прежнему крепок. Ежегодно, по данным ЗАГС, в нашем регионе официально скрепляют свои отношения 30 тысяч человек. И только треть из них позже разводится. Ольга Качкурова, Дмитрий Алдегепченко, 12 канал. Более 7 тысяч амичей вышли на старт самой масштабной лыжной гонки «Лыжня России». Массовые состязания по лыжному спорту прошли на лыжной базе Аграрного университета. Здесь на дистанциях 2, 5 и 10 километров вышли 3 тысячи лыжников разных возрастов от 5 до 80 лет. Впервые всероссийская гонка включила в себя и вип-забег символичный 2018 метров. Самые яркие моменты и интересные подробности в сюжете Елены Смирновой. На лыжне России не только жарко, несмотря на зимнюю погоду, но и тесновато. На старт выходят несколько сотен, даже тысяч амичей и лыжников из районов области. Чтобы преодолеть дистанцию, они преодолели сначала десятки и сотни километров до Омска. На старте люди разных возрастов, профессий, разной спортивной подготовки. Недаром лыжню России называют самой масштабной и массовой лыжной гонкой. Перед стартом легкая разминка и фотосессия с олимпийской чемпионкой. Прославленная биатлонистка Яна Романова прошла вип-дистанцию. К слову, такую организаторы лыжни России организовали впервые протяженность VIP-трассы символические 2018 метров. Праздничное настроение. Очень радует, что здесь столько мечей сегодня собралось. Столько любителей лыжного спорта. Поэтому, конечно, приятно, что такая хорошая погода. Для Сибири, можно сказать, тепло. Поэтому я вижу, что очень много детей с семьями пришли здесь поучаствовать в лыжне России. Это радует, это приятно. Я готовился к старту. Я разминался, приседал. Много катался. Я с самого детства катаюсь на лыжах и пострелу уже катаюсь. Встречаются на старте и спортсмены со стажем. Многие по лыжне России петляют уже не один десяток лет. Состязания проводятся с 1982 года. И даже слагают стихи о любимом виде спорта. Рюкзак, лыжня и котелок, палатка, спальник. Все приготовлено. Давно готово к бою. И ветер ласково зовет меня в окно с собою. Дорогие амичи, призываю вас, чтобы быть здоровыми, крепкими, сильными. Приходите на лыжню. Не ленитесь. В течение всей зимы, не только на праздник. Дойти на лыжах можно и до мировых рекордов. Один из самых необычных принадлежит шведам. В 2008 году 1043 человека одновременно прокатились на самых длинных 534-метровых лыжах. А вот мировой рекорд скорости был установлен во Франции. Игронолыжник преодолел спуск с результатом 251 км в час. Впрочем, и у лыжников, покоряющих Хомские равнины, есть свои секреты, как прийти к финишу раньше других и попасть в десятку лучших. Нужно занять там первые лыжни в центре, ближе к поворотам держаться. Впрочем, лыжня России потому и стала самая массовая гонка. Здесь главное победить не соперника по дистанции, а себя, получив в качестве приза отличное самочувствие и заряд бодрости. И последняя медведица Соня, покорившая сердца сотрудников Большереченского зоопарка, так и не спит уже несколько месяцев. При этом чувствует себя косолапая хорошо, с аппетитом ест предлагаемые лакомства, много играет и особенно любит составлять букеты из елок. Зеленые деревья в вольер Сони приносят практически каждый день. Сейчас в меру упитанную медведицу перевели на специальный рацион, добавлены витамины. Так говорят специалисты, ей будет легче перенести зиму. В спячку животное, вероятно, так и не впадет. Все дело в том, что Соня осиротела в раннем детстве, а укладываться на боковую зиму медвежат учат матери. После короткой рекламы подробный прогноз погоды. Ну а все наши новости доступны в социальных сетях ВКонтакте, Твиттере, Одноклассниках и на Ютубе. Найти их можно и на сайте 12канал.ру. Там же мы выкладываем полные выпуски программы «Час новостей». Оставайтесь с нами. Омск Сайдинг Инвест. Акция. Скидка на доставку, скидка на монтаж. Ходила раньше Ирина из Полтавки за тысячу верст за ценами выгодными. А теперь выгодные цены прямо возле дома. В низкоцени, что и склад, и магазин. Здесь стиральный порошок миф 4 килограмма всего 245 рублей. Вот это цены! Сэкономила Ирина и новый большой холодильник купила. В приложении Двагис вы найдете подробную информацию о компаниях, расположении входов и навигатор с отмеченными светофорами и камерами. Скачайте Двагис бесплатно. Возрастное ограничение 0+. Только в феврале. Столешница из натурального камня всего за 3900. Режьте на ней, ставьте горячее, она не подведет. Интерьер камень 590-594. Ковка 509-017. 509-017. Мейджор Экспресс. Движение вперед. Внимание к деталям. И о погоде. Сегодня 12 февраля по области Ивомске переменная облачность, преимущественно без осадков. В районах столбики термометров покажут минус 14-11 градусов мороза, в Омске минус 9-12 градусов. Ветер умеренный, атмосферное давление 756 миллиметров ртутного столба. На этом пока все. Далее на 12 канале смотрите программу «Спорт регион». Увидимся в 14 часов. Продолжение следует.